Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Разнообразие моделей различных товаров, представленных на современном рынке, часто вызывает определенные трудности, связанные с выбором той или иной модели. Ассортимент микроскопов не является исключением. Сегодня мы хотим рассказать об одной интересной и вполне доступной модели микроскопов. Уверены, этот обзор облегчит принятие правильного решения, особенно если Вы только начинаете знакомиться с увлекательным миром микробиологии. Давайте знакомиться, биологический микроскоп Segetto MB120. Как большинство микроскопов подобного класса, эта модель поставляется в обычной транспортной картонной коробке, без красочной полиграфии. Вскрыв картонную коробку видим, что внутри микроскоп надежно защищен пенопластовой упаковкой, состоящей из двух половинок склеенных скотчем. Аккуратно разрежем скотч и познакомимся с ее содержимым. Комплект поставки, кроме самого микроскопа, включает два окуляра, адаптер питания от сети 220 вольт, пылезащитный чехол и краткое руководство пользователя на русском языке с описанием микроскопа и рекомендациями по начальным наблюдениям. Комплектные окуляры, кратностью 10 и 25 имеют металлические корпуса. Хочется отметить их качественное чернение, исключающее паразитное бликование. Оптика выполнена из оптического стекла. Просветление на обеих окулярах отсутствует. Сам микроскоп имеет стандартную для биологического микроскопа конструкции. Большинство элементов конструкции выполнены из металла. Исключение составляют различные ручки и предметный столик. Эти элементы конструкции выполнены из пластика. Рассмотрим все подробнее. Основание микроскопа служит не просто подставкой, а представляет собой элемент конструкции, содержащий в себе несколько важных элементов. Внутри основания расположен модуль освещения и аккумуляторная батарея. Источником служит яркий светодиод. Для формирования пучка света в плоскости микропрепарата применяется коллекторная линза. С тыльной стороны основания расположена кнопка включения-выключения источника света. Гнездо для подключения сетевого адаптера. Слева находится ручка, вращением которой изменяется яркость освещения. Остальные элементы микроскопа надежно закреплены на жестком массивном металлическом штативе. Сверху расположен окулярный узел, состоящий из призменного блока и окулярной трубки. Благодаря наличию призменного блока окулярная трубка имеет удобный наклон в 45 градусов. Внутренняя поверхность трубки имеет качественное близкое к матовому чернению. Кроме того окулярный узел вращается на 360 градусов. Три ахроматических объектива 4, 10 и 40 крат установлены в револьверную головку, поворотом которой до характерного щелчка осуществляется смена объективов. 40 кратный объектив имеет подпружиненную оправу для предотвращения повреждения линз объектива или микропрепарата. Кроме того избежать этой неприятности поможет стопорный винт, ограничивающий ход предметного столика. Объективы имеют стандартную посадку с диаметром резьбы 20 мм. Это делает возможной их замену на более совершенные. Три объектива в комбинации с двумя окулярами позволяют получить широкий диапазон увеличения микроскопа начиная от 40 крат и заканчивая увеличением в 1000 крат. Благодаря ахроматическим объективам микроскоп показывает достойную картинку даже на максимальном увеличении. Настройка резкости осуществляется перемещением предметного столика при помощи специальных ручек расположенных по бокам штатива. Ручка большего диаметра отвечает за грубую настройку резкости, а меньшего диаметра за тонкую. К сожалению при вращении ручки тонкой фокусировки мы заметили люфт при смене направления вращения. Предметный столик размером 95 на 95 мм выполнен из пластика. Под ним разместилось колесо диафрагм с шестью отверстиями разного диаметра. Для фиксации и перемещения микропрепарата предметный столик оснащен микрометрическими суппортами с координатными и дополнительными шкалами нониуса. Вращая специальные ручки можно плавно перемещать микропрепарат в поле зрения микроскопа. Вращение этих ручек показалось нам недостаточно плавным. Надеемся, что это недостаток конкретного экземпляра, а не самой модели прибора. Установим вместо окуляра цифровую камеру разрешением 3 мегапикселя. Тем самым превратив наш микроскоп в цифровой и проведем оценочные наблюдения, разглядывая готовые микропрепараты из нашего стандартного набора. По традиции начнем со среза соснового стебля, начиная с четырехкратного объектива. Как видим оптика микроскопа строит яркую и красочную картинку. Обратим внимание на отсутствие хроматизма. Однако на широком поле четырехкратного объектива заметна кривизна поля, которая не позволяет добиться одинаковой резкости в центре и по краям поля зрения. А так выглядит тот же образец с десятикратным объективом. Ну и разумеется с сорокакратным объективом на максимальном увеличении. Интересно выглядит с десятикратным объективом ячеистая структура тонкого среза пробкового дерева. Она же с сорокакратным объективом. Прямо как волейбольная сетка. Шкура жабы с тем же сорокакратным объективом. Здесь разная четкость изображения по полю объясняется уже не кривизной поля, а тем что этот образец довольно объемный. Группа одноклеточных организмов инфузория туфелька с десятикратным объективом. Смотрится интересно, в крайнем случае просто красиво. С сорокакратным объективом эта же группа одноклеточных раскрывает детали своего внутреннего строения. Так же подробно и интересно выглядит клеточное строение ткани растительного происхождения, в нашем случае кожицы чеснока. С сорокакратным объективом просматриваются даже некоторые подробности строения ядра отдельной клетки. И напоследок заглянем в мир насекомых. А откроет его нам обыкновенный муравей. На его примере мы наблюдаем уже знакомое нам различие резкости изображения на разных частях объемного образца. Муравей представляет собой достаточно объемный образец. Так выглядит поверхность его головы с применением сорокакратного объектива. Ну что ж, как мы смогли убедиться, оптика микроскопа не вызывает нареканий. Особо стоит отметить отсутствие хроматизма. Хорошим дополнением является встроенная аккумуляторная батарея. Несколько огорчила кривизна поля, присущая обыкновенным ахроматическим объективам. Механические изъяны действительно проявили себя во время тестовых наблюдений. И если люфт ручки тонкой фокусировки особо не доставлял неудобств, то несколько грубоватая работа механизма перемещения препарата проявляла себя заметно. Очень похоже, что причина этого кроется в излишне вязкой смазке. Чувствовалось именно залипание этого механизма. В остальном же микроскоп оставил вполне хорошее впечатление. А если учесть невысокую стоимость и встроенный аккумулятор, то на эти изъяны внимания можно не обращать. Итак, данная модель может быть рекомендована для школьных кабинетов биологии, а также для домашней лаборатории любого любознательного человека. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!